Итак, все, что происходит у нас с задачами, все, что касается отчетов по задачам, по бизнес-процессам, находится у нас в совместной работе. То есть в разделе «Совместная работа» у нас отчеты, те, которые здесь находятся, они у нас касаются задач и бизнес-процессов. Сегодня мы их не смотрим, просто говорим о том, что они у нас здесь, в этом разделе, находятся отдельно. Сегодня мы с вами говорим про отчеты, которые касаются именно документов. Находятся они у нас в разделе «Документы» по ссылке «Отчеты». Общие настройки, в принципе, принцип общих настройок у нас одинаковый, но именно состав самих документов разный. И суть отчетов, она у нас разная. То есть там мы контролируем бизнес-процессы и задачи, здесь мы контролируем именно наши документы. Все отчеты, они у нас разделены на разделы. То есть это все, что касается администрирования, все, что касается входящих документов, общих отчетов по всем документам, контрольных документов. Мы сегодня будем смотреть на примере контрольного отчета, раздела «Контрольные отчеты» о просрочке. Обращение граждан, если используется этот раздел, он используется не везде, при определенных видах деятельности, если мы используем обращение граждан, то эти отчеты тоже будут актуальны. По всем документам, конкретно по договорам, по задачам процесса, которые у нас в договорах, в документах, по исполнителям, по контрагентам, статистические и ИДО. Это у нас стандартный набор отчетов, которые мы уже сейчас можем в стандартных вариантах использовать. Так, возвращаясь к нашей презентации, если вдруг у нас слетает демонстрация, пожалуйста, пишите мне в чат, потому что, видимо, что-то у нас сегодня с умом все происходит. Я вот смотрю, при переключении, вот, чтобы я чувствовала, что я здесь не одна. Так, идем дальше. Мы проговорили, что у нас есть два блока отчетов, отчет по документам и отчеты по задачам. Всего в документообороте у нас представлено порядка 300 видов отчетов, самых различных. То есть, ну, даже по количеству судей можно найти практически любые отчеты. Самый частый кейс, когда у нас заказчик приходит, говорит, мне нужен вот такой-то, такой-то отчет, я хочу вот это видеть. На самом деле, такой отчет в 90% случаев уже есть. Максимально, там, мы можем чуть-чуть подправить, там, колоночку еще одну вывести, чтобы было просто удобно. А так вообще, исходя из практики, разработчики тоже постоянно добавляют новую функциональность, новые отчеты в доступ к пользователям. Поэтому практически все можно найти в типовых отчетах. Просто нужно посмотреть внимательно. Если у вас есть сейчас запрос на какой-то отчет, который вы хотите видеть, что-то вывести, вы, пожалуйста, можете написать в чат. После того, как у нас закончится вебинар, вместе с рассылкой мы можем посмотреть, каким отчетом вы можете это сделать, эту задачу решить и вместе с рассылкой отправить. Вот поэтому можете прям параллельно пока рассказывать, написать в чат, что хотите смотреть отчет. Дальше. Где у нас расположены отчеты, я уже рассказала. Теперь про настройки самих отчетов. То есть они у нас есть стандартные. И при этом каждый из наших отчетов можно еще и настроить сам внутри. Я тогда параллельно сейчас буду показывать отчет. Мы сегодня смотрим с вами на примере отчета по договорам со стекающим сроком действия. Самое простое, что у нас может сделать... Давайте его сформируем, посмотрим, как он у нас выглядит. Самое простое, что может сделать у нас пользователь, это настройки. Настройки отчета, которые у нас показывают, либо не показывают отборы. Более глубокой настройкой настроены, какие отборы у нас могут быть. И мы можем установить... Вот я сейчас все галочки поставила, значение пустые. У нас ничего не вывел. Мы сейчас посмотрим с вами, допустим... Так. Выведем вот так. У нас тут вывелось по умолчанию. Важно нажимать кнопку «Изменить редактирование». То есть у нас есть доступные отборы, которые мы можем устанавливать через кнопку «Настройки». Но мы их не видим сверху. То есть у нас есть один отбор, который мы сверху видим, а есть, который мы видим внутри. Пользователи не всегда туда заходят, видят. То есть, скорее всего, у вас тоже в отчетах, в отборах. Там есть эти отборы. Просто нужно зайти в кнопку «Настройки». У нас договор аренды. Сейчас через «Настройки», допустим. Отберем по договорам аренды. Сформируем данный отчет. В общем-то, у нас оба эти договора. Договор аренды. И они у нас и вывелись. По кнопке «Еще» мы можем установить. Стандартные настройки или изменить состав данных настроек. То есть, вот сейчас в отборах у нас было. Мы можем установить стороны документа. Мы можем установить ответственно проект. То есть, любые настройки, которые нам нужны, мы можем либо удалить, либо вывести в данные настройки. Это самое простое, чем у нас может пользоваться пользователь наш текущий. Коллеги, скажите, а у меня не слетела демонстрация? Мой экран видно? Ну, в чате не вижу. Жалоб, значит, наверное, видно. То есть, это самая простая настройка, которую может установить пользователь. Так, идем дальше. Так, видны слайды презентации. Хорошо, да, я на них теперь переключилась. Также мы отчеты можем распечатывать и сохранять, конечно же, в различных форматах. Это у нас стандартная функция 1С. И, в общем-то, она используется у нас в любой программе, не только в документообороте. Также мы можем администрировать, то есть, весь список наших отчетов администратор системы видит через меню все функции, в общем-то, как и все элементы системы. И он может изменить группы, кому эти отчеты, данные отчеты доступны. То есть, если мы хотим увидеть не как пользователь в списке наших отчетов, а хотим увидеть полный перчень групп отчетов, которые у нас доступны пользователям, то есть, все отчеты у нас группированы, мы можем их увидеть через меню все функции. Так, а здесь у нас пользователь или администратор системы. Мы открываем. Так, видны слайды презентации. Сейчас видно мою систему 1С документа оборотов. Супер, все. Вот. Группы отчетов. Это у нас справочник, который показывает все группы пользователей. И с помощью этих групп мы можем разделить, какие конкретно отчеты у нас будут администраторам доступны. Ну, то есть, собрать отчеты в группы и наделить наших пользователей доступом к этим отчетам. Документы, исходящие документы, контрольные просрочки. Опять же, это о разделении внимания наших пользователей. То есть, когда мы им даем большой пул всех отчетов, то пользователи, скорее всего, их не просматривают и не видят их в системе. Очень важно понимать, какие отчеты у нас к чему относятся, какая у нас группировка и кто какие отчеты будет видеть. И здесь вот сейчас у нас мы видим в демонстрационной базе перечень групп отчетов, которые неизмененные. То есть, он типовой уже идет. Настроенный в вашей базе администратор самостоятельно может делить отчеты на группы и предоставлять. То есть, дать возможность пользователю конкретному работать с его отчетами, чтобы другие пользователи их не видели. Это бывает важно, допустим, когда работают со статистикой, когда работают с каким-то аналитикой, работает с большим количеством данных, выводит их в крупные отчеты, в объемные, чтобы другие пользователи, во-первых, эти данные сводные не видели в такой форме, а во-вторых, чтобы не рассеивать внимание. То есть, здесь как на уровне внедрения, на этапе внедрения, так и на этапе дальнейшего развития системы это очень важно. Так, и далее у нас помимо групп отчетов есть также варианты отчета, то есть справочник вариантов отчетов. То есть, мы их можем видеть не только в нашем рабочем месте документы, либо раздел по работе с задачами, но также мы можем видеть также всем справочникам весь список наших отчетов через меню функции технического специалиста тоже. И видим все варианты наших отчетов. Варианты отчетов можно создавать через уже текущую настройку, то есть мы открываем обычный наш отчет и создаем новый вариант, его настраиваем. Либо можем создавать вообще абсолютно с нуля вариант отчетов, то есть мы также заходим через функции технического специалиста. И смотрим справочник варианта отчетов. Здесь у нас расположены наши предопределенные варианты все отчетов. И мы их видим сразу всем списком. Обычно здесь работает у нас администратор, обычный пользователь здесь не работает. И мы видим полное описание нашего отчета, размещение, где он у нас в какой подсистеме находится. Отсюда же мы можем либо создать новый вариант отчета, полностью его описать, все поля. Ну и проще, допустим, скопировать какой-то уже вариант отчета, который у нас есть. Если мы с вами копируем вариант отчета предопределенный, то у нас все его настройки, в том числе, где он у нас будет расположен, наименование полей, у нас все копируется. Таким образом, варианты отчета можно делать не только из рабочего места в работе с отчетами, но и из справочника. Варианты отчета из меню функции технического специалиста. Тут, наверное, больше зависит от того, кто создает отчет, по какому запросу. То есть, если это технический специалист, который именно целенаправленно делает отчет, у него задачи, он знает на основе, какого делать, то это через функции технического специалиста. Если пользователь настраивает свой отчет, которым он постоянно пользуется, то проще уже будет из своего рабочего места. Возвращаемся к нашей презентации. Идем дальше. Да, поподробнее немножко расскажу о том, что когда мы настраиваем наш вариант отчета, то мы можем загрузить пример нашего варианта отчета визуальный. То есть, если мы с вами просматриваем систему и смотрим список отчетов, то вот здесь у нас находится визуальное отражение отчета, образец, как он будет выглядеть. Это очень удобно, потому что не раскрывая саму форму отчета, не формируя отчет, не анализируя его визуально, мы сразу уже представляем, что это за отчет. То есть, когда пользователь только знакомится с системой и глубоко каждый отчет не знает, он может увидеть сразу, не проваливаясь в него, какие столбцы есть. При создании варианта отчета точно так же можно добавить визуальное представление. Такая возможность у нас тоже есть. Это то, что касается у нас функции администратора системы. Для изображения, которое мы загружаем в качестве образца, тоже есть определенные требования, есть ограничения системы, и это нужно учитывать, когда мы загружаем визуальное представление нашего отчета. Что же касается более глубокого, наверное, это самое интересное, самые глубокие настройки нашего варианта отчета, что мы можем настроить. Пользователи не всегда туда проваливаются, но достаточно часто мы видим, что пользователь у нас это делает. У нас есть специальная кнопка выбрать вариант, где мы уже готовые варианты можем выбрать и можем создать для себя несколько вариантов, потом пользоваться разными вариантами. То есть, вообще у нас система, она как конструктор. То есть, все данные, которые лежат в системе, они лежат как в шкафчике, в ячеечках. И когда мы хотим их каким-то образом скомпоновать, то мы, получается, просто задаем системе правила, по которому мы формируем эти данные из ячеек. И, в принципе, мы можем в отчет практически любые данные, связанные, вывести и расположить их так, как нам надо. Вот разработчики, для того, чтобы у нас пользователи не настраивали это, не продумывали, как это все сформировать, разработчики предусмотрели типовые какие-то вещи, типовые варианты, документы обороты, вот их много, на основе практики. То есть, были запросы, есть определенная аналитика, практика документа оборота, которая показывает, как конкретно пользователи обычно используют потоки документов, как они их анализируют, какие данные вывозят. Но при этом иногда нужно чуть-чуть поднастроить самому пользователю, поэтому оставили прямо в пользовательском режиме возможность создавать несколько вариантов для себя, допустим, и использовать разные варианты, выбирать их. То есть, есть функция создать несколько вариантов и потом их выбирать, использовать, в дальнейшем сохранять. Вот, то есть, есть у нас функция выбрать вариант и есть функция изменить тот вариант, который у нас есть. Сейчас мы на системе более подробно это рассмотрим, как мы уже с вами сегодня смотрели, договор с стекающим сроком действия. То есть, мы посмотрели, какие у нас есть настройки уже готовые отбора. И посмотрим, что у нас есть под кнопочкой «Еще». У нас есть кнопочка «Выбрать вариант». Вот эти варианты у нас уже сохранены в системе. То есть, у нас есть отчет и есть его вариации, допустим, «Динамика сумм заключенных договоров». Мы находимся все в том же отчете, просто его формируем по-другому. Здесь мы видим визуальное представление по суммам с проводительными документами по договорам. Это все те же самые отчеты, которые мы с вами смотрели через функции технического специалиста. Только здесь они сгруппированы и представлены пользователю в удобном формате, чтобы мы могли посмотреть их через одно рабочее место, чтобы мы заранее могли просмотреть их визуальное представление. И мы вот видим, что есть у нас несколько вариантов. Мы вернемся к нашему варианту договор с истекающим сроком действия. Выбираем его. И посмотрим, какие у нас настройки еще существуют для этого варианта. То есть, мы можем выбрать готовый вариант. Если вдруг мы хотим его изменить, мы можем это сделать через функцию «Изменить вариант». Тут нам открывается такое большое окошечко, и мы видим все возможности, которые нам доступны. Но самые популярные, есть наиболее популярные функции, которые пользователь сам может себе добавить по щелкать. То есть, если особых навыков настройки отчета нет, то, в общем-то, не обязательно прям какие-то глобальные настройки делать, вывести необходимые поля, что-то визуально поменять свой отчет. Если нужна прям конкретно глобальная настройка, то здесь, конечно, больше нужен аналитик, потому что большая работа проводится до того, как выстроен отчет, до того, как настроен. То есть, надо сначала понять, что вы хотите от этого отчета получить, какие данные, как его, в каком виде представить, потому что пользователь изначально, ну, обычно как формируются требования. Я хочу увидеть, там, вот такую аналитику, там, допустим, за прошлый месяц, сколько у меня договоров там просрочилось. Вот. А в процессе, когда мы начинаем настраивать, мы понимаем, что нужно какую-то иерархию определенную заложить, что нужно какие-то поля сгруппировать, как у нас будет, допустим, там, какие-то данные сгруппированы в одну колонку, дата и наименование, допустим, документы, или это должны быть обязательно разные колонки. То есть, изначально, до того, как настраивается отчет, если это глобальные настройки, то нужно продумать каждое поле, продумать, как формируются данные, откуда они должны браться в это поле, как должны наименования быть у каждого столбца, потому что есть возможность взять данные по какой-то ссылке из реквизита какого-то определенного, а назвать его совсем по-другому, потому что пользователь видит другую суть. То есть, когда мы вот отчет с вами смотрим, вот это наименование поля, оно может под собой нести совсем другую техническую составляющую. Вот, то есть, там, допустим, порядок продления тот же, он технически называться может совсем по-другому. А здесь мы выводим то наименование, которое у нас понимает пользователь. Поэтому до того, как настраивать отчет, если мы берем глобальную настройку отчета, но обычно, как мы делаем, мы снимаем потребности, какие мы хотим, что мы хотим в отчете получить. Описываем каждое поле, каждый столбец, иерархию, как она должна выглядеть и почему. Разбираем, почему она именно так должна выглядеть. Если это какое-то расчетное поле, то мы понимаем, какое это расчетное поле, откуда берутся данные, и хватает ли нам возможности типовой нашей системы, чтобы этот отчет вывести. Иногда бывает, что нужен отчет, который содержит в себе, допустим, данные по документам, и плюс данные, которые у нас берутся из результатов выполнения задач. То есть это совсем другой блок отчетов, и эти элементы системы, они не всегда доступны в одном отчете. И вот тут уже нужно принимать решение. Если типовой отчет этого не поддерживает, то нужна доработка. Поэтому до того, как мы начинаем настраивать отчет, если это глобальная настройка, то нужно его отрисовать, продумать и описать в каждом поле, что мы там хотим видеть. То есть само описание значения и описание пользовательского наименования, пользовательского представления. Сама структура отчета у нас настраивается в верхнем области. На текущий момент у нас отчет содержит один уровень детальной записи, он максимально простой. При необходимости можно настраивать несколько уровней детальных записей, и это уже будет более сложный отчет, и визуально восприниматься он уже тоже будет сложнее. Поэтому тут тоже нужно не увлекаться усложнением отчета. Далее параметр, который у нас выводится в отчете. У нас с вами отчет по состекающим срокам действия, и он у нас логично показывает, что определяет текущую дату и показывает, что отчет у нас заканчивается в этом месте. Причем значение берется у нас на начало этого дня. То есть если мы примем значение на конец текущего дня, то результат у нас получится иной. Потому что если у нас, допустим, на начало дня договор еще действует, а на конец дня он не будет действовать, то это уже совсем другой результат. Другие договоры, документы у нас в этот отчет не попадут. То есть здесь в параметрах тоже нужно четко понимать, какую логику мы закладываем. Казалось бы, одинаковые настройки, они приводят к другому результату. Система четко читает, что нам нужно получить. Здесь же мы можем выбрать другие параметры, которые у нас определяют. Далее есть возможность добавлять пользовательские поля. Отбор. В данном случае они у нас не установлены. Есть группировки полей. Самая популярная настройка – это сами поля. Ну вот, допустим, у нас сейчас поля, которые выбраны в отчет. Самый популярный запрос – это добавьте нам, пожалуйста, поля в отчет, который должен у нас быть визуально представлен. Допустим, мы уберем с вами номер по порядку и наименование. Свернемся, вот наш отчет. У него первый столбец – это номер по порядку, далее наименование. Мы завершим редактирование, сформируем. Видим, что у нас эти поля исчезли. Важно понимать, что лишних полей, лишние столбцы тоже нам не нужны, потому что если мы увеличиваем максимально, делаем максимально объемный отчет, он у нас становится максимально неудобным. То есть уже информация у нас будет восприниматься хуже. Так, возвращаемся к нашему варианту. Так, с вами выбирали поля. Мы возвращаем обратно. Так, тут же у нас отражаются наши отборы по нашему отчету. И мы также можем добавлять отборы. То есть если мы хотим делать, допустим, по виду документа, определенному, либо из списка, или конкретному виду документа, то, например, мы можем сделать договоры оборудования. Но на текущий момент в базе у нас все договоры оборудования, поэтому они у нас так и будут отражаться. Если вам нужно, если у вас большой поток документов, нужно, допустим, отбирать определенным отчетом, не отбором, а именно отчетом, сделать для конкретного сотрудника по конкретному виду документов, кто-то у нас работает конкретно с определенным видом документов, с договорами, там, аренды, то можно персонально для этого человека сделать вариант отчета, которым он будет пользоваться, и не нажимать лишние кнопки. Если эта функция вам нужна не так часто, то проще сделать просто отбор, который сверху ставить галочку. Так, идем дальше. Это у нас сортировка. То есть, ну, здесь указано на примере дата окончания действия. У нас идет по возрастанию. Мы можем по возрастанию постологично, привычно. Если нам нужна какую-то еще сортировку, мы тут же можем добавить. Сортировка по наименованию, сортировка по контрагенту. Это тоже можно установить. Дальше у нас идет наше условное промотирование. Здесь оно не добавлено. Используется оно для оформления записи в один элемент. Так, тут у нас подключается. Так. Ну, и наши дополнительные настройки. Это то визуальное, что нам дает плюсики. Удобство использования отчетов. Некое визуальное представление, чтобы у нас не такая серая наша система 1С была. Ну, вот, например, мы сейчас цвет вот этой шапочки поменяем. То есть, сейчас она у нас бесцветная, цвет не выделяется. Вот мы хотим наш макет оформления сделать, допустим, какой-нибудь яркий, что у нас изменится. Вот у нас с вами поменялся макет оформления. Именно все эти настройки, они, в общем-то, выполняются в пользовательском режиме. Мы с вами посмотрели, вот, мы сейчас сохраним действие. Копия яркий. Сделаем вот такой вариант. И будет он у нас. Теперь, когда мы выбираем вариант, мы видим, что у нас вот появился новый вариант. Довор с истекающим сроком действия. Копия яркий. И таких вариантов мы можем сделать много. Итого, мы с вами сегодня разобрали, что у нас есть два блока всех отчетов. Это в разделе «Документы отчеты» и в разделе «Совместная работа». Это отчеты по задачам, процессам. У нас, в принципе, настройки, в общем-то, у них один знак «В». Разобрали основные блоки, которые у нас есть в отчетах с документами. То есть здесь мы выводим отчеты именно документ по токам, по статистике, по документам. Они у нас разделены все на удобные блоки. И большинство задач они у нас в типовом варианте покрывают. Также мы можем через функции технического специалиста увидеть весь список вариантов отчетов. Групп отчетов в виде списка и уже их обрабатывать. Варианты отчета мы можем создавать через функции технического специалиста, в том числе и копирования. Либо можем создавать прямо из-за отчета по кнопке «Еще». Также мы с вами рассмотрели настройки отчетов. Самое элементарное, что у нас может настроить пользователь. И рассмотрели настройку варианта отчета, которая у нас уже позволяет более тонкую настройку произвести. Так, запись вебинара у нас с вами будет. Вопрос, который были в чате, я смотрю, мы с вами все разобрали. Вместе, если вдруг у вас возникает вопрос и запрос на настройку своего определенного отчета, который вы хотите использовать в системе, не хотите обрабатывать, но не знает, существует ли такое в системе, вы можете писать точно так же ответы по нашим контактам, которые у нас указаны в презентации. Сейчас презентацию выведу. У каждого сегодняшнего гостя вебинара есть возможность запросить встречу абсолютно бесплатно. С каждым участником можем провести встречу, разобрать потребность на отчет. Есть ли такой отчет в системе, как его лучше настроить типовым методом, либо придется дорабатывать. Так что обращайтесь, задавайте свои вопросы, мы всегда поможем. Ну а сегодня я тогда с вами прощаюсь, коллеги. Спасибо за внимание и хорошего дня.